До конца каникул остаётся не так уж и много времени. Школьники и их родители готовятся к учебному году. А это не только покупка тетрадей и книжек. Важно быть психологически готовым начать или продолжить грызть гранит науки. Особенно тревоги подвержены первоклассники и одиннадцатиклассники. Как идёт подготовка и какие советы дают психологи ученикам и их родителям, расскажу в нашем первом материале выпуска. Арине Ёлкиной совсем скоро в первый раз в первый класс. Вместе с бабушкой она готовится к учебному году. Приобретена форма, тетрадки. Впереди выбор ранца. Но покупка принадлежностей оказалась не самым главным. Важен психологический настрой. Меня родители настраивают учиться, дружить. Идти в школу будущая первоклассника не боится. Тем более бабушка уже рассказывала, что ожидает её за партой и как себя нужно вести. Занимаемся много. Рассказываем, что в школе, как себя надо вести, что делать. Шептаться можно? Я говорю, нет. На уроках шептаться нельзя. Надо слушать учительницу. Поэтому как-то вот рассказываем, что должно быть и как должно быть. И это правильно говорит клинический психолог Анна Вековешникова. Любого человека, а тем более маленького, пугает то, что неизвестно. А потому с ребёнком нужно больше говорить о школьных буднях и ненавязчиво объяснять, зачем он будет там учиться. Приводить какие-то примеры из жизни, чем помогает школа, чем помогает природоведение, чем помогает математика, русский язык. Ну и когда вы ему рассказываете, чего от него требуется и что поощряется. То есть, чтобы быть хорошим учеником, чтобы быть успешным, нужно делать раз, два, три. Тому, кто вернётся за партой, психолог рекомендует вновь адаптироваться к школьному графику сна. Сдвигать отбой и подъём нужно понемногу, минут на 15. Но больше всех тревожатся будущие выпускники. Впереди экзамены. Среди тех, кто в следующем году будет сдавать ЕГЭ, София Бондаренко. Каждый день лета, когда работала, когда отдыхала, я всегда думала о экзаменах. Думаю, а как это будет. Для меня здоровье важнее, поэтому я буду стараться ходить. После репетиторов даже или перед репетиторами, может быть, после школы, вечером, куда-нибудь в зал. Для меня это расслабление. Как бы позаниматься спортом, либо там ещё я люблю поготовить. Меня это просто расслабляет. Действительно, физическая нагрузка активизирует работу мозга, снижает уровень стресса и тревоги. Она, кстати, забирает много энергии и отвлекает отважного. Во всём должно быть чувство меры. Первое, что должен освоить подросток, это умение планировать своё время и силы. Распланировать, что от меня зависит. В моих руках хорошо учиться, посещать дополнительные занятия. Планировать своё время так, чтобы всему в нём было место. И учёбе, и подготовке, и самое главное – отдыху. Когда у тебя полно сил, только тогда ты сможешь качественно сделать прорыв. Многие родители говорят, что ты должен подготовиться, и не пускают гулять, не пускают общаться. А потребность в этом существует. Самое главное для школьника – поддержка родных и друзей. Здесь важно не нагнетать, что часто делают родители, которые волнуются не меньше своих чад. А главное – одним и другим перед учебным марафоном будет лишним вдоволь отдохнуть и набраться сил.